И когда Штаты потеряли возможность демонизировать Советский Союз для того, чтобы оправдывать свою эксклюзионистскую политику, противоборство против другого лагеря, и фактически проблема исламского террора или исламистского терроризма стала заменяющей или замещающей идеей, идеей, которая должна была поставить вместо тоталитарного страшного Советского Союза такой же, не менее страшный, а может быть даже более страшный исламистский терроризм. Таким образом, оправдать эксклюзионистскую политику США на Ближнем Востоке, проводимую против тех режимов, которые никому не вписывались в эту атлантистскую политику, в эту политику, которая позволяла сохранять контроль над энергоресурсами, над геополитическими важными территориями, сферами. И таким образом исламистский терроризм превратился в силуэту, в такой жупел угрозы, которым нужно было размахивать для того, чтобы оправдать необходимость проведения активной внешней политики США. И в этих условиях понятно было, что религия и ислам как таковой стали использовать исключительно в политических целях. Но для того, чтобы оправдать исламистский терроризм, почему не исламистский, почему не других религий, необходимо было дискредитировать сам ислам. И надо сказать, что, насколько мы помним, наиболее популярной концепцией или идеей, которая и начала фактически демонизировать ислам как таковой, это была концепция Канти, кто на столкновение с цивилизацией. Но в реальности это не концепция, это не научное положение, это фактически геополитическая стратегия. И самое интересное в другом, что Хантингтону не был первичным. Это была не его идея, это была идея, которую впервые высказал и обосновал Бернат Льюис, известный востоковед, который был выходцем из Англии и был связан изначально с английской разведкой, еще в годы Второй мировой на размах в английской разведке, потом в 70-е годы он переезжает в Штаты и начинает работать в Плесненском университете, дальше он сотрудничает с Сижинским и именно необоснованно, впервые ввел это понятие столкновения и шок цивилизации, столкновения цивилизации в своих работах, посвященных исламу. Поскольку Льюис протестал резко саму религию ислам, то фактически в своих оценках и своих толкованиях этой религии он не оставлял места никакому позитивному моменту. То есть он описывал эту религию как абсолютно архаичную, не просто консервативную, но архаичную, которая противостоит модернизму и не подвержена какой-либо модернизации, и в силу этого у него уже нет будущего. Но самое главное другое. Главное в том, что он противопоставил этой цивилизации, исламовской, другую цивилизацию, которую фактически называл его дело христианства, слив таким образом воедино христианство и иудаизм. То есть осматривая христианство как сокровенное продолжение иудаизма. И получилось, что в этих условиях он фактически противопоставил два мира. Мир ислам и мир, который объединяет Израиль и Запад. То есть получилось, что это одно целое. Не христианство и ислам, а иудео-христианство и ислам. И в этих условиях ислам изначально воспринимался как нечто совершенно чуждое западное миру, как нечто неинтегрированное в миру. Это была, конечно, тоже никому не научный концепция, а политическая стратегия.